всем привет мои хорошие сегодня я хочу приготовить с вами вместе зельц по-домашнему из свиной рульки блюдо будет очень вкусным я знаю это точно но а готовить я его буду в мульти кухне redmond вообще в мультиварке вот вообще холодец я еще ни разу не готовила но вот в мульти в мульти кухне redmond есть режим холодец и на этом режиме как раз таки я хочу попробовать приготовить это блюдо для этого блюда нам понадобится 2 свиные рульки но это вот от ножки мясо да это примерно около двух килограмм может быть 2 100 вот так нужны будут прованские травы или вот я нашла у себя приправа для свинины с травами как раз подойдет 4 5 лавровых листика и 10-15 горошков перца черного нужен будет чеснок ложка желатина соль вода но и также понадобится крупная луковица и две средние морковки в общем все ну как видите я уже уложила в чашу мульти кухне вот эти две рульки морковь слишком крупная я ее просто крупными такими кусками порежу луковицу оставлю целиком луковицу уложу туда к ножкам переложу это все морковью также можно лавровый лист отправить туда вместе с горошком кстати если у вас есть гвоздика можно добавить 4 5 штучек гвоздики но у меня ее нет я делать не буду ну и столовая ложка свинины вот этот приправа для свинины с травами я сразу отправлю сюда здесь как раз столовая ложка и сразу же хочу посолить соль у меня здесь адыгейская соль она с травами приправами в общем три столовые ложки вот примерно так соль можете класть по вкусу но кто-то более соленый кто-то мере менее соленый но соль берет она хорошо поэтому вот так вот я думаю хватит и все зальем это водой по верхнюю метку отметку в этой чаше вот я залила это водой закрываем крышку и ставим режим холодец мясо на 45 часов я сразу поставлю на 5 но после 4 часов буду посматривать поглядывать и готовим до полной готовности ну вот я установила режим холодец программа мясо и поставила пять часов время уже пошло ну и займемся пока другими делами ну вот прошло уже четыре с половиной часа наше мясо уже готово я подготовила вот такие формочки отрезала сверху бутылку пластиковую и еще можно сделать из такого сока тетрапака из тетрапака можно сделать тоже отрезать верхушку и туда мы будем закладывать но это пусть пока постоит заглянем внутрь что у нас там получается о какая красота ну в общем то в принципе уже все готово ну можно еще 20 минут подождать и можно в принципе уже выключить и подождать чтобы она немножко остыла мясо можно отделить от бульона положить отдельно чтобы быстрее остыла нужно будет нам перебрать мясо и вынуть оттуда кости ну вот я вынула мясо в мисочку положила сейчас я немножечко его вот так вот она легко ломается чуть-чуть поломаю чтобы она раскрылась и быстрее остыла вот когда остынет тогда кости надо будет нам вытащить а мясо я хочу порвать крупными кусками ну или порезать тут резать в общем-то ничего она ломается делать надо крупными кусками так будет интереснее поломаем отломаем ну вот наше мясо остыло теперь лучше руками конечно потому что руками можно ощутить если там косточки я косточки по выбирала вилочкой маленькие косточки могли остаться надо повынимать дальше я разрезала кожуру на такие крупные куски просто взяла ножичком и покромсала почекала можно сказать такие кусочки надо чтоб целенькие были тогда будет зельц как положено как правильно так но все вроде костей больше нету дальше я возьму ложечку сразу же побольше добавляем сюда чеснок его можно на мелкой терке потереть можно выдавить через пресс и чайную ложечку желатина желатин просто посыпем и все не будем его ни с чем растворять дальше возьмем бульон чуть меньше стакана и надо его процедить выльем сюда и все хорошенько перемешаем вот как пахнет вкусно теперь я беру подготовленную посуду ну вот я взяла от сока такой-то тропа к и будем туда закладывать ну вот у нас получилось в тетропаке она не полная немножечко вот утрамбовать можно постучать или ложечкой утрамбовать и чуть-чуть вот там не хватило места осталось еще немножко здесь то есть чуть больше литра получилось в принципе по объему теперь надо чтобы она остыла до комнатной температуры и уберем холодильник на 10-12 часов прикрыв крышечкой и крышечкой а можно полиэтиленовым кулечком надо чтобы она остыла уже в холодильнике дальше ну вот наш зельц отстоял ночь холодильнике сейчас мы его он уже тверденький такой сейчас мы его разрежем аккуратненько вот такой вот аккуратненький симпатичный зельц у нас получился в Вот такой аккуратненький, симпатичный зельц у нас получился. Ну что, мои хорошие, вкуснятина получилась необыкновенная. Я уже зельц попробовала, который был в другой баночке. И хочу вам сказать, ну это лучше, чем колбаса, это натуральное мясо, ничего тут лишнего, никаких яишек и консервантов, ни ГМО, ничего, как говорится. Кушайте на здоровье, делается легко, но правда долго. И эту замечательную закуску можно сделать также к столу к новогоднему. Я уже попробовала этот бутербродик вместе с горчицей, с горчицей просто супер. Ну а на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok